Доброе время в суток. Сегодня у нас, как и обычный, город Таллинн. 12 сентября, 7.30 утра. Чувствуется уже осень. Сегодня первый день. Я действительно почувствовал, что уступила осень. С утра очень холодно. Посмотрел еще прогноз. Теплой погоды не будет. И вот, пожалуйста, дети идут в школу. Это самый главный показатель, что началась осень. Всем понедельник. Первый рабочий день после отпуска. Два своих последних дня, субботу и воскресенье, я провел на острове Айген. Посмотрю. Еще даже вчера поздно приехал и даже еще не открывал файлы, не посмотрел, что там заснял я. С погодкой мне повезло. Сразу могу сказать, тепло было. Что-то еще, что-то еще. А, учеба начинается у меня тоже. Где-то будет она в октябре, что ли. Посмотрю еще расписание. Опять же, со временем будет накладно. Такой вот у нас райончик. Многолюдный. В рабочий день. Что-то еще хотел сказать. Будет еще одно видео из теплой страны. Я думаю, к следующему четвергу, наверное. Небольшое, короткое. Потому что я еще не побывал в этой теплой стране. Так, посмотрим. К следующему четвергу, я сказал. Да. Все правильно. Выезжаю на бульвар Дружбы. Народ нехотя на работу идет. Остановки такие полузабитые. Не полузабитые, а по 5-6 человек стоят. Ну, хорошо, пусть будут полузабитые. Машин тоже пока нет. Еще орхидеи не зацвели. Машин нет. Такой ленивый город. В смысле, ленивый утренний. С утра не охота никуда идти. Хочется в понедельник, другими словами. Еще не только в утро и город, а вообще и в понедельник. Как всегда, я говорил, что сентябрь очень классный месяц у нас. Так оно и есть. Уже, ну, полсентября прошло. Своими деньками радует. Единственное, что с сегодняшнего дня будет температура там, ну, 13, 14, 15 градусов. То, что я посмотреть успел, чтобы телефон мне рассказал, то и... То и говорю. Мне 18 тоже будет. 14, 13. Октябрь у нас дождливый, чаще всего. И уже... У деревья будут опавшие. Это буквально за неделю все происходит. Время бежит, это осеннее. Но октябрь месяц, середина октября уже... Ну, дальше можно сказать так, что через месяц уже будут готовы к приготовлению к Рождеству. Уже потихонечку вот эти игрушечки в магазины выставляться. Будут в ноябре уже, в начале ноября будут зажигаться эти рождественские гирляндочки на улицах. Белые ночи у нас закончились. У нас уже конкретная такая темнота. После 8, хорошо, полдевятого, девяти, но темно. Я вам скажу, что зимние ночи эстонские не хуже летних ночей в южных странах. Точнее, тоже хоть глаз выкали. Ничего не видно. Вот как мне сюда встать, встать, когда уже эта полоса занята? Я не понимаю. Вот только если нарушать буду в начале. Ну, не хочу ж нарушать. Что все набиваются сюда? Есть как есть. Поедем по-другому. Я обычно вот так вот делаю. Мне все равно в правую сторону, что если там забито, я не могу залезть. Я вот здесь перестраиваюсь и еду спокойненько уже в своем ряду. Отсюда. Поверну чуть позже просто. Так вот, ночь у нас тоже темная. Осенние и зимние. И вот такой вот круговорот, что ли, жизненный. Ждем декабря, Рождества православного. Я опять же говорю не за всех же, только за себя, за своих близких, друзей. Ждем Рождества католического пусть будет. В этот раз у нас... О, опять на бензин евро стоит. Что ж такое? Евро 0,4. Ну, евро 0,4 был. Евро 0,8 уже даже был. 10, 80. Евро 60. 3,20 спака. Или 3 литра сверху. А после Рождества, как всегда, у нас в этот раз попало 3 дня, по-моему, отдыха. По-моему, 23, 24, 25 числа. Это выходные у нас. Здесь выпадают с праздничными, бывает до 5 дней. Здесь и субботы, и воскресенье выпадают, бывает до 5 дней отдыха. А вот в этот раз на субботу, и воскресенье выпало 2 дня. Значит, будет 3 дня подряд. В любом случае, 3 лучше, чем 2. И еще там укороченный день будет. Четверг, по-моему. Опять на субботу, и воскресенье. Уже я тоже думаю об этом микроотпуске. Потом что? Новый год. А после Нового года мы все ждем весну. И там опять лето и Иванов день. Вот такой круг. Годовой цикл. Я не говорю, что это у всех так. Вот эта улица, что-то совсем никакая становится. И что-то ужасное, ужасное, ужасная дорога. Не люблю здесь ездить. Акойду, вот как же она называется. По левой стороне была школа. Перевозят, отвозят детей, родителей. Правая, вот, смотри, улица в пробке. С одной стороны, может быть, здесь действительно приятнее ехать. Меньше машин. Но мне здесь единственное, что в этой улице не нравится, когда я еду на работу. Что вот здесь будет поворот мне налево. И выезд, уступить дорогу на главную, ну, выезд на главную дорогу. И, ну, не всегда так удается раскачить здесь, как сегодня. Все, пока все машины стоят, все пока никуда не едут. Милое дело доехать до работы. Это буквально, ну, на 10 минут если позже выхожу, уже более так забито. Видно, видно уже эти листочки той бордюров валяются, да и на тортуварах, где желтые. Да и деревья уже конкретно желтеют. Ну, некоторые краснеют. Но коммунальные службы у нас работают хорошо. Чистенько так. Или просто не было такого листопада еще большого. Что тоже, скорее всего. В ожидании зеленого цвета сигнала. Ну, и движуха пошла. Да, насчет, кстати, формы. Я смотрю, что в последнее время все чаще и чаще я вижу, если не в полной форме, то хоть такая оформенная фурарочка у детей. Что все-таки некоторые школы вернулись к старому походу. И если не в порядке обязательств, обязаловки, то, по крайней мере, в порядке, как это называется, возможностей. И родительская тоже ходить в школу в этом форме. Я думаю, что форма не дешевое удовольствие. Ну, полный комплект. Вот такой вот сентябрьский утр. Таинский. Вот видно, зелё и жёлтые эти листочки валяются. Здесь еще коммунальщики не дошли. В любом случае, всем красивой осени, осторожны на дорогах и уважаем друг друга. Нира и добра.